Проводим вебинар, который связан с созданием и введением в портфолио студента, выпускника ВУЗа. Я буду рассказывать в том числе, естественно, и о том, как составлять это портфолио, в том числе для студентов с инвалидностью. Приблизительно время проведения вебинара, ну, где-то, наверное, час-пятнадцать, может быть, там чуть больше. И сейчас, перед тем, как приступить к вебинару, мне бы хотелось проверить звук и видео, насколько хорошо видно, слышно, нет ли эхо, потому что, если есть какие-то помещения, я сейчас их могу устранить. Пожалуйста, напишите свои... Да, все хорошо видно и слышно. Хорошо, спасибо. Я подтверждаю, что есть возможность скачать презентацию данного вебинара. И, очевидно, всем участникам вебинара будет предоставлена возможность затем просмотреть этот вебинар, если у вас там что-то будет, какие-то проблемы со связью. Обычная система Мерополиса рассылает это автоматически. Сейчас у меня к вам как-то вопрос. Перед началом вебинара я должна посмотреть, с чем я имею дело. Пожалуйста, ответьте, ведется ли портфолио вашими студентами и преподавателями. Я на секундочку отключу видео, но смотрю ваши студенты. Продолжение следует... 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 к реализации программ бакалавриата и в этих общесистемных требованиях существует вот такой пункт. И сейчас в любой вуз, приезжающий, так скажем, проверяющий, он рассмотрит наличие выполнения этого общесистемного требования. Помимо данного требования есть еще, конечно, несколько требований, как организация информационной среды, это доступ к учебным планам, вход учебного процесса, проведение всех видов занятий, взаимодействия. И вот эти требования нужно обязательно выполнять. Поэтому рано или поздно приходит внимание того, что это нужно сделать. Зачем, собственно говоря, выпускникам требуется такая более яркая и понятная, наглядная демонстрация того, на что они способны, чему они научились в ходе обучения в университете. Дело в том, что у любого выпускника при формировании резюме, ну, в принципе, не так много строчек в этом резюме, он может написать о том, что он, условно говоря, имеет такой-то средний балл зачетной книжки, что он написал две курсовых по такой-то семье, дипломный по такой, все. Ну и получил, естественно, по окончании вуза такую-то списание. И вот эта, так скажем, минимальность информации о студенте не позволяет ему на самом деле получить достойное место. И, естественно, для того, чтобы вопросы трудоустройства решались на более высоком уровне, необходимо представлять самого себя, свои успехи, свои достижения в совершенно другом формате. И этот формат, он как раз такой более понятный, более интересный, более наглядный. Это не только требование, да, это еще и действительно новый шаг, новая возможность в саморекламе студента, студента-выпускника. И еще раз хочется подчеркнуть, что мы говорим о том, что мы собираем достижения не только для того, чтобы удовлетворить, так скажем, потребности федеральных стандартов, но и для того, чтобы студент все-таки трудоустроился, нашел то место, ту работу, на которую действительно ему может понравиться, а не просто то, что, так скажем, на что взяли. Итак, что же означает вот это понятие новое, необычное, хотя на самом деле это понятие уже несколько сот лет, и оно существует достаточно давно, но и в переводе означает папка с документами, папка с специалистами. В настоящее время, как правило, под этим понимают способ накопления индивидуальных достижений, в том числе образовательных, научных, профессиональных, творческих, личных достижений. И используя в учебном процессе это понятие, как правило, многие преподаватели вузовские ориентируются на это, забывая совершенно о том, что весь этот сбор, весь все это накопление информации проводится не только для того, чтобы что-то накопить, но и для того, чтобы прежде всего выпускник вуза трудоустроился. И вот копия этих достижений, она как раз и ориентирована в основном на трудоустройство, на карьерный дальнейший рост. Но есть еще два момента, о которых педагоги, особенно вузовские, не знают, может быть, не догадываются, или даже к подавляющей большинству даже не задумываются. Это тот момент, что портфолио – это не только копилка достижений, но это педагогическая технология, ориентированная на выстраивание индивидуальной образовательной траектории, на отслеживание индивидуального профессионального роста. И это та технология, которая как раз реализует личностно ориентированный подход, и это та технология, на которой основана, еще раз повторюсь, индивидуальная образовательная траектория. Ну, цели создания и ведения. Конечно, это постепенный сбор, оформление, красочные фото, видео, анимации, презентации, все одобряется. Это эффективный инструмент самопрезентации рекламы, и это обязательно доказательство того, чему он научился в университете. Для того, чтобы работодатель видел его действительный уровень, его потенциал, его рост, его развитие, его профессионального становления и возможного карьерного роста. Потому что если студент собирает о себе информацию, только ту, которая размещается в стандартном резюме, математика диплома, математика курсовой, и диплома об образовании, естественно, он ничем не выделяется из огромной толпы выпускников, которые приходят с точно такими же дипломами. Но вот особенно хочется подчеркнуть, что данная проблематика очень важна, сейчас вот очень много занимается как раз вопросами трудоустройства студентов с инвалидностью. Это очень важно именно для такой категории студентов, на которых сейчас обращается все больше и больше внимания. Потому что подавляющее большинство работодателей концентрируется на проблемах его здоровья, и меньше всего концентрируется на его реальных потенциальных возможностях. И здесь надо сказать, что зачастую у них потенциал профессионального роста очень высокий, и если это человек с сохраненным интеллектом, неважно, с какой нозологией, с проблемами слуха, зрения или передвижения, эти люди, которых обучили, которым дали хорошее образование, они имеют действительно очень хорошие возможности для того, чтобы стать профессионалом высокого уровня. Но если говорить об этапах развития этой технологии, то, конечно, всегда на первом месте, на первом этапе это бумажный вариант, а затем с появлением компьютеров и возможности оцифровки данных о себе, это витрина в виде презентации, сбора файлов на свои флешки. Сейчас в очень многих ВУЗах создаются вот такие системы, как часть системы автоматизации управления учебным процессом или часть системы дистанционного обучения некоторые в МУЗО собирают. Но чем, собственно говоря, хороша подобная система, почему, собственно, появился следующий этап развития, такой естественный этап, такой эволюции технологии, связанный с тем, что та копилка материалов, которая собирается внутри университета с учетом требований государственного стандарта, она остается в университете. И когда студент приходит к работодателю, ему очень важно показать вот этот богатство и знание, продемонстрировать их, а система внутри, она закрыта. Ну, в лучшем случае, он где-то как-то договорится, ему дадут в течение одного-двух месяцев, может быть, года пользоваться этой системой. Но не факт, что разрешат этим пользоваться. Поэтому появился где-то первый вариант, я видела онлайн-портфолио на 2004 год. Появили специальные онлайн-конструкторы для того, чтобы студенты и преподаватели, которые пытаются найти работу, размещали там свои какие-то материалы и осуществляли с помощью этой технологии поиск работы и самопредставления работодателя. Затем и эти технологии стали развиваться. И помимо того, что доступ не зависел от вуза, от того, какие он материалы внутри вуза разместил, то есть вуз, естественно, имеет доступ к этим данным, этот доступ остается человеком. И одно из важных требований в портфолио – это, конечно, его непрерывность. И он непрерывно имеет к нему доступ. Затем появилась возможность комментировать, появилась интерактивность, появилась возможность ввести это портфолио в режиме мультимедийном, наглядном, красочном, для того, чтобы можно было более, так скажем, ярко продемонстрировать достоинство человека. То есть можно разместить видео, допустим, видео с выступлением на конференции, видео с защитой курсовой или дипломной работы, видео, может быть, какого-то устройства, которое разработал студент. Вот эти новые возможности для демонстрации своих способностей, они заложены именно вот в понятии интерактивности и мультимедийности. Ну и, естественно, появилось новое понятие, которое имеет, на самом деле, достаточно много смысла. Это и копилка, так называемая, еще вовы, значит, транскрипция, коллекция артефактов. Это, конечно, федерогическая технология, которая позволяет выстраивать индивидуальную траекторию, исходя из того, что имеется на сегодняшний момент. На сегодняшний момент имеются у него рефераты, доклады, какие-то научные работы, которые оценивают их уровень. Это не тестовое, это более высокий уровень оценки. Есть так называемая таксономия Блума. Если интересно, я провожу отдельный по этому поводу вебинар. Есть специальная технология оценки, рефлексии того, что сделано. И вот, исходя из того, что студент сделал, строится дальнейшее обучение. Это возможность систематизировать свои данные. Это фактически карта такого карьерного роста и личностного развития. Возможность самопредставления и самопрезентации. Это творческие результаты, интересы, предпочтения здесь. Безусловно, личностный звон. Я сейчас покажу, как это выглядит. И это рабочее пространство для общения, для взаимодействия, и платформа для того, чтобы размещать свои учебные результаты. Вот столько смыслов сразу в одной технологии. И в этом такое серьезное отличие от того резюме, которое используется студентами при трудоустройстве. Значит, что сюда включает данная технология? Это, естественно, копилка достижений. Это персональное пространство для того, чтобы собирать все новички, ввести какие-то записи, блоги, открытые, закрытые, ввести планы. Можно резюме. Там конструкция резюме есть внутри. Дополнительно, естественно, вставляется в портфолио, потому что это как часть можно рассматривать. И это возможный социальный сервисер для взаимодействия, обмен армениями, обсуждениями. Какая стандартная технология, стандартная структура, портфолио, которое может быть реализовано? Это всегда личная зона, назовем это личное портфолио. И если у студента, наша с вами главная задача, объяснить студенту, что нужно этим заниматься, для того, чтобы он потом трудоустроился. А за трудоустройство в целом университетах тоже спрашивают, потому что это один из важных, серьезных и очень нужных показателей, объективных показателей работы данного бута. Вот для того, чтобы его каким-то образом завлечь, привлечь, я вам сейчас покажу, как можно ему объяснить, что ведется еще и личная зона, для того, чтобы ему там тоже было как-то интересно в личностном плане. Это, конечно, все достижения его. И тоже я вам покажу, как выглядят эти странички, потому что достижения в разных областях. И надо понимать, поставить себя на место работодателя, какого бы он работника хотел иметь. Очевидно, что работник, который является профессионалом, то есть умеет выполнять какие-то сложные задачи, человек, который умеет работать в команде, и это человек, который обладает определенными коммуникативными навыками, для того, чтобы в этой команде он, так скажем, нашел свое место. Здесь же можно в кратком варианте собрать портфолио, для того, чтобы быстро выставить ту или иную страничку, допустим, «Мое удостоверение», «Мои грамоты», «Мои благодарности». Но и, безусловно, собрать отзывы от научных руководителей, от преподавателей, отзывы о практике, отзывы об участии в какой-то там проектной деятельности, отзывы об участии в конференциях, олимпиадах, конкурсах. И здесь наличие вот этих отзывов на самом деле серьезно повышает объективность представленных документов. Затем вопрос, для чего это используется, в каких целях. Это, конечно, в обучении, для того, чтобы оценить уровень представленных результатов. Ну, например, группа собирается в сообществе, представляет туда результаты. Ну, я говорю о конкретном, естественно, портале. Вот здесь такие возможности, другие, другие закрытые возможности. Значит, обучение, еще раз повторюсь, представляете результаты, обсуждается здесь же комментарии коллег, здесь же отзывы преподавателей, здесь же сама ассенка, то есть лекция и возможность планирования дальнейших сроков, дальнейших успехов. Здесь же можно получить консультацию от преподавателей, и, может быть, другие студенты помогут объяснять, что вот здесь не совсем корректно представлены результаты. Это виртуальное пространство для общения, взаимодействия и развития, и это непрерывность, которая позволяет вести портфолио постоянно, независимо от места учебы, места работы. И для работодателя, ну, в отличие, может быть, от вуза, очень важно, чтобы у студента были не только дипломы, так скажем, о каком-то образовании, но очень часто интересуются дополнительными сертификатами. То есть умеет ли человек заниматься самообразованием. Может быть, кто-то на курсе прошел какие-то курсы, еще какое-то дополнительное старое образование получил, дополнительные варианты, связанные с переподготовкой. Вот здесь тоже выставляются эти документы, которые, может быть, вузу не очень интересны, но безумно важны и студенту, и, естественно, работодателю. Итак, что же представляет из себя в реальности вот такой вариант подхода? Это, конечно, коллекция работ, это выставка учебных достижений, это такая специализированная форма непрерывной оценки, самооценки, это возможность информационного взаимодействия, дистанционного с преподавателями, возможность выставить свои работы и проконсультироваться с профессионалами, поделиться в социальных сетях, в контакте, в фейсболке, в одноклассниках, официаналах, в Винкене, в Тритере, где угодно, для того, чтобы найти себе работу, найти людей, которые могли бы оценить профессиональные достижения. Это личное постоянное присутствие в интернет-сообществе, это, конечно, сервис для получения помощи, консультации, подсказки, ведения дискуссии. Это возможность самопрезентации, создания всего виртуального «я», саморекламы и, конечно, поиска интересной работы, которая действительно человеку будет востребована, потому что все мы знаем, что можно не работать всю жизнь, если найти работу, которая по душе. Я имею в виду, что работа по душе – это уже не работа, это отдых души. Ну и как выглядит, допустим, само личное пространство? Предлагаемые варианты, понятно, что каждый вуз решает по-своему. Ну, допустим, это мы здесь самого себя, фотографии, документы. Это история конкретной семьи. Это могут быть личные интересы, зона личных интересов. Это зона друзей, с которой он обменивается фотографиями, какими-то файлами, какими-то полезными материалами. А что же педагог? Чем же педагог может в данном случае помочь своему студенту? Давайте посмотрим, как это делается. Ну и прежде чем начать об этом рассказывать, я, естественно, хотела бы задать вам вопрос, коллеги, кто из вас помогает своим студентам в беденном портфолио в заполнении его вот именно в том ответе, о котором я говорила выше. А, пожалуйста, напишите в чате. Так, да, можно плюс-минус, да, или как-то в помощь. Вот, очень хорошо, спасибо. Помощь какая в заполнении или в систематизации, в том, чтобы там размещались работы, наиболее интересные работы, и еще сюда. Так. Не подчисняюсь, как выглядит. Хорошо. Все перечислены, понятно, Наталья Александровна. Вы из какого университета, что там такая хорошая работа проводится. Ого, спасибо. Так, ну давайте посмотрим, что же можно сделать. Ну, прежде всего, нужно помочь систематизировать результаты в этих разделах об успеваемости, о рефератах, контрольных работах, о дипломной работе. Причем, естественно, можно разместить, допустим, и PDF-ный файл, и краткую аннотацию, и видеозащиты, и отсканированные отзывы, лицензии. Все на одной страничке размещается, и таким образом эта страничка открывается отдельно работодателем. Может быть, человек действительно талантливый, регулярно в конкурсах и литядах участвовал. Об этом тоже отдельно. Свидетельство предметных, естественно, алифиады, и это не конкурс по вышиванию салфеток, да? Свидетельство прохождения дополнительных образовательных программ. Значит, как это все можно систематизировать? Ну, допустим, создается по страничке на дисциплину. Для начала всегда так. Потом эти материалы можно систематизировать после окончания. Ну, ближе к окончанию, когда я вам становлюсь выпускником, систематизировать уже по наиболее важным результатам. Просто вытаскиваете вот эти результаты, вставляется на страницу, которая станет основой профессионального фасфорио. Дополнительно что размещается? Может быть, любимые предметы, какие-то сложные разделы, которые хочется изучить дополнительно. Какие-то курсы, может быть, рассказы о преподавателях, о системе обучения. Что-то понравилось, что-то не понравилось. Тоже, конечно, не возбраняется, хотя нежелательно и неприятно. Ну, и какие-то мысли по поводу предметов, изученных материалов. Ну, и самое главное, что в этих комментариях, и об этом мы должны постоянно говорить, нужно демонстрировать умение анализировать, общаться, обсуждать, спорить, взаимодействовать. Если человек ведет себя грубо, не тактично, некорректно, не имеет отстаивающую точку зрения, согласитесь, что для работодателя это тоже определенный сигнал. Поэтому студентам нужно объяснять такие вещи, они могут сами не понимать изначально к тому, к чему это приведет. Понятно, что ненужные комментарии можно и убирать. Научные исследователи, что здесь можно разместить? Конференции, конкурсы, проектов, какие-то опытно-конструкторские работы, научные исследователи, какие-то работы студентов, для того, чтобы видно было, каков он в работе. Это не обязательно, если человек устраивается в банк, допустим, он там собирает на одной страничке списки своих там статей, я не знаю, по менеджменту, допустим. Понятно, банкировать или неинтересно, но если он участвовал в каких-то проектах, связанных с менеджментом банков, то, естественно, данный проект нужно отразить и показать, какое он у него принимал участие. Безусловно, интересная и неучебная деятельность, органы самоуправления, спортивные, творческие достижения и обязательно фото- и видеоматериалы, отзывы и ресензии. Ну вот конкретный пример. Значит, здесь размещается, допустим, человек разместил несколько страниц, вот здесь много достаточно, вот здесь благодарности систематизировано, здесь личностная информация, здесь учебные достижения, зачетка, видео там с какого-то мероприятия, вот сведения о дипломной работе, достижения в научной и проектной деятельности, но фактически характеристика с мест практики, языки, спортивные достижения. Вот такие страницы, это сверху скриншоты, то есть так выглядит реальное портфолио, это реальное портфолио действующего, как бы непридуманное реального человека. Вот так это выглядит для обычной студентки, которая действительно собирается найти себе какую-то стоящую работу. Ну и что в основе нужно собрать? В основе это, конечно, успехи и достижения. Да, ну вот некоторые для внуков делают, но мы все-таки говорим пока о студентах. Значит, безусловно, может быть, что-то связанное со спортом и музыкой, если человек устраивается на какую-то работу, в которой нужно показать его коммуникативные навыки. И если он, допустим, размещает, к примеру, каждый день фотографии о том, где и в каких соревнованиях он принимал участие, то работодатель может подумать, что он не занимался учебой. Еще какие-то художественные творчества, если он дизайнером, допустим. Переператы, доклады по темам, их можно разложить по разным каким-то тематикам. Если он устраивается, к одному работодателю открывают одни страницы, и к другому другие страницы. Файлы, видео, аудиоинформация, комментарии от разных категорий пользователей. Очень полезны комментарии от профессионалов о выполненной работе. Это тоже повышает шансы к трудоустройству. Ну и, безусловно, в результате, что мы получаем? Развитие навыков рефлексивной и ценностной деятельности, поддержка, стимулирование учебной мотивации. Почему? Потому что вот то, что он выкладывает, он на самом деле делится своими мыслями, и он выкладывает свои работы не только на просмотры поседавателя, но и другим студентам. Это повышение его конкурентоспособности, это приспособление для социализации, опыт в деловом общении, и, конечно, развитие навыков учебной деятельности, которые связаны именно вот с таким более удачным, может быть, представлением материалов. Ну вот, я сегодня постаралась немножко покороться, просто из-за того, что у меня тут на работе такие условия очень жесткие. Сегодня такой ответственный день, сняли совещание, и нужно массу еще дополнительных работ сделать. Но сейчас я освободила, естественно, время для того, чтобы обязательно провести этот вебинар, и я готова ответить на ваши вопросы. Всем спасибо, пожалуйста, ваши вопросы. Да, и я напишу свой адрес. Если у вас зачем возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, вот по этому адресу можно мне написать. Да, и я сейчас здесь. Да, и, естественно, мне интересно, вот насколько вы как преподаватель, вот то, о чем я говорила, используете сейчас, это первое. Второе, готовы ли это использовать дальше, и, естественно, буду дальше вебинары, буду рассказывать, и я просто буду сообщать коллегам, когда они будут проводиться, конкретно, как это делается. Вот еще раз адрес. Уважаемые коллеги, я вас всех благодарю за участие в вебинаре, я очень благодарна организаторам, естественно, за то, что предоставили возможность рассказать об этой технологии, помочь вам в селеусловлении, и спасибо. Не, ну и заставят тут, дело не заставят, когда процесс становится интересным, любимым, и это, я вас уверяю, на самом деле захватывающий процесс, то будет уже слово не заставить, а, наконец-то, мне предложили интересную вещь, которой я могу заниматься. Я бы это в такую сторону перевела. Спасибо всем огромное. Да, спасибо, Павел Юрьевич. Ну, пожалуйста, вот можете скачать эту презентацию, она будет вашей, можно ее использовать, если вы хотите где-то там у себя, среди коллег, рассказать вот про эти технологии. Всем тогда огромное спасибо, до новых встреч, и я очень надеюсь, что та информация, которую я вам дала, она вам потребуется, вам лично и вашим студентам, для того, чтобы они могли им все трудоустроиться, для того, чтобы они могли найти работу по душе. Им надо помочь, они, может быть, не совсем понимают о том, что вот это безумно для них важно, для каждого из них, и важно донести до каждого преподавателя, что это и для преподавателя важно, это результат его работы, это трудоустройство его выпускника, его дальнейший профессиональный и конвертный рост. Это мы с вами закладываем основу для этого. Спасибо большое, до свидания, всем больших успехов, всего доброго.